Всем привет! ОБТ Quake Champions привлекло множество людей и большая часть из них пешком под стол ходила, когда Quake 3 Arena был на пике популярности. А в момент выхода Quake Life были уже увлечены играми типа КС, Team Fortress 2 и прочими. Но вот старичка решили реанимировать. Дали ему новую шкурку и старые механики. Приправили все чуточкой скиллов и пассивок разнообразия ради. И получился Quake Champions. Сам я, как уже говорил ранее, как и вы, особо не знаком с третьей частью. Но мой основательный подход к новым играм, в частности соревновательного характера, дает небольшое преимущество перед рядовыми игроками. А я парень добрый, и чтобы вам не искать эту информацию, еще где-то вкратце расскажу вам, что, где, да как. В первую очередь, как попасть на ОБТ. Все, что от вас требуется, подать заявку на официальном сайте беседки. На момент ОБТ дают доступ всем с некоторой задержкой. Дальше уже по игре. Если вы в первый раз оказались здесь, то заметьте, что вам доступен только Рейнджер. И, по сути, всегда у вас будет только он, если, конечно, в будущем вы не приобретете так называемый чемпион пак. Поэтому у вас есть несколько способов, как поиграть кем-нибудь, кроме морского пехотинца. Хоть он и весьма сильный, но в дуэли вы попасть не сможете, ввиду того, что вам требуется минимум три персонажа для игры. Так вот, способы такие. Взять, например, аккаунт у друга, игравшего на ЗБТ. У любого аккаунта ЗБТ разлочены все герои. Как, например, у меня. Другой вариант. Арендовать героя за внутриигровую валюту Фавор, которую дают за победу. Аренда одного героя на 24 часа стоит 5000 фавора. За одну победу в среднем дают от 500 до 700 единиц валюты. Также получить фавор можно, выполняя ежедневные дейли-квесты из разряда «Убей 10 противников и получи за это 2000». Система построена таким образом, что без вложений вам требуется играть несколько часов, только для того, чтобы иметь возможность играть в дуэли. А будем честны, дуэльный режим это чуть ли не 50% того, ради чего мы вообще идем в квейк. Следующий вариант – дропнуть героя из ящика, которые дают за ап уровней. Будем честны, нужно быть весьма везучим, ведь квейк вам не овервотч. Тут сет разбит на части. Голова, торс, ноги. И у каждой части есть куча дополнительных плюшек. Также десятки расцветок персонажей делают дроп героя практически нереальным. Ну что, как купить персонажа мы выяснили. Давайте вспомним техническую составляющую. Так как игра еще не в релизе, советую играть с минимальными настройками. Благо они почти не отличаются от высоких. Но фпс поднимается. Нужно это потому, что иногда погода заставляет просесть фпс даже на вполне актуальном железе. Перейдем к геймплею. Для начала скажу, какие герои, на мой взгляд, подходят новичкам и эффективны против них. Рейнджеры я рассматривать не буду, но скажу вам так, даже в моих нубских руках он нес смерть и хаос. Сфера рока – активная способность, очень разноплановая. Например, как в ролике про этого самого рейнджера, вы, наверное, видели, как с ее помощью можно собирать аптечки и поверапы. Но самое главное, сама сфера наносит урон. А если переместиться на ее место в момент, когда она находится во враге, то она мгновенно убьет его. А героев я посоветую вам брать следующих. В первую очередь, весьма сильна Галена. Ее тотемы быстро перезаряжаются, так как аптечки действуют как песочные часы. Сам тотем единоразово лечит 100 хп и наносит 75 урона врагу. Можно ставить как мины ловушки. Новички, еще не привыкшие к игре, будут часто на них подрываться. Вторым упомяну ящерицу Сорлок. Самый танковый из быстрых персонажей. Имеет большой показатель здоровья и максимальной брони. Активная способность затрудняет обзор и имеет возможность нанести урон нескольким противникам. Ну и последним, третьим героем посоветую Скейлберера. Герой с большим запасом здоровья, а активная способность при правильном использовании может убить несколько врагов за раз. Так же можно использовать как Искейп, ведь при использовании повышается защита. Дальше рассмотрим геймплей и цели. А основная цель получать фан от убийства оппонента. И чтобы легче это делать, вам нужно правильно подобрать оружие. Выбирая из трех стартовых, я бы предпочел первый автомат, так как он не имеет анимации полета снаряда. Говоря попросту, это хитскан. Второе орудие Дробовик. Как можно догадаться, хорош только вблизи. А на картах весьма просторно, поэтому его я вам не советую. Нейлган имеет урон повыше, чем у автомата, но имеет анимацию полета снарядов, из-за чего также эффективно стрелять с ним не получится ввиду скорости игры. А сейчас разберем серьезные пушки. И золотая тройка это рокет лаунчер, молниемет и рейлган, или попросту рельса. Все три оружия крайне сильны. Особенно отмечу молниемет. Он является хитсканом и способен за пару секунд разложить фулового врага на кровь, кишки и маленькие кусочки брони для вас. Улучшенный гвоздомет в отдельных моментах куда лучше конечно, так как он наносит 12 урона против 7, но он имеет анимацию полета снаряда и ощутимый разброс. Хоть и лучшая защита это нападение, весь геймплей будет строиться на беге по кругу, за так называемыми повирапами в виде большой брони, мега хелса и иногда нужно забегать за квад дэмэджем. Последний как вы догадались по названию весьма имбовая вещь, но не удивляйтесь что как только вы его подберете весь фокус сойдется на вас. Отдельно расскажу о распрыжке, так как она является основополагающим фактором, отличающим матерого квакера от зеленого новичка. Тут советов давать не буду, учитесь и практикуйтесь. Грамотный распрыг покажет кто на карте хозяин, но мы то тут новички, так что нам и без него норм. Конечно помимо распрыга есть такие вещи как грамотные тайминги, контроль карты и предугадывание, но это уже больше относится к дуэлям и поэтому они нас не особо интересуют. Напомню, мы же новички. Думаю на этом можно и закончить наше введение, пишите в комментариях видео на какую тему вы хотели бы увидеть еще касательно Quake Champions. А пока подписывайтесь, ставьте лайки, спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok